В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Борисова. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Единую диспетчерскую службу и Центр управления регионом посетил главный федеральный инспектор по Московской области Александр Патухов. Помощник-диспетчер и четыре оператора системы 112. Конфликт вокруг Дома культуры совхоза имени Ленина. Человек сейчас настраивает против себя всех. Он в конце концов, против него весь поселок пойдет. Сотрудница МФЦ Ленинского городского округа Юлия Стародворова признана лучшим специалистом Московской области. Умна, добра. И в ней есть те самые, те качества, которые присущи настоящему человеку. У нее есть душа. И очень красивая. С рабочим визитом Единую диспетчерскую службу и Центр управления регионом Ленинского городского округа посетил главный федеральный инспектор по Московской области аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Александр Патухов. По объектам его сопровождали глава муниципалитета Алексей Спаский и наша съемочная группа. Рабочий визит главного федерального инспектора по Московской области аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Александра Патухова начался с посещения единой дежурной диспетчерской службы. Вместе с главой округа Алексеем Спаским и его заместителями он пообщался с сотрудниками и посетил оперативный зал дежурной смены. ЕДДС, штат, 35 человек, из них 27 человек, это оперативно дежурный состав. Все сотрудники у нас прошли обучение в спеццентре из Венигород. ЕДДС успешно работает в муниципалитете с 2015 года. В этом году единая дежурно-диспетчерская служба нашего округа заняла третье место на осмотре и конкурсе среди муниципалитетов Московской области. Помимо своей основной функции предупреждать и ликвидировать чрезвычайные ситуации, она является также Центром хранения и обработки видеоданных системы «Безопасный регион». Также Александр Петухов осмотрел рабочие места операторов системы 112. Старший оперативный дежурный, помощник-диспетчер и четыре оператора системы 112. С 2015 года любую экстренную оперативную службу в муниципалитете можно вызвать, набрав единый номер 112. За этот год операторы 112 приняли и обработали более 260 тысяч обращений жителей. Треть звонков по системе 112 поступает только по скорому вызову скорой помощи. Соответственно, ковид. 10% это будет полиция. Затем главный федеральный инспектор познакомился с работой Центра управления регионом. Его интересовало многое. От того, как именно и в какие сроки обрабатываются входящие сообщения от жителей, до средней заработной платы сотрудников и укуплектованности штата. Модерация понятна самая. Тогда, когда готовится соответствующим специалистам отраслевого подразделения администрации, ответ. У вас такого рода вещи подписываются уполномоченным сотрудникам или одним из ваших заместителей? Значит, у нас восстановление, закрепляющие зона ответственности. В заключении своего визита главный федеральный инспектор отметил, что остался доволен увиденным. И никаких существенных замечаний к работе служб и организаций у него нет. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видно этого. Жители совхоза имени Ленина встали на защиту единственного культурного центра их поселка – местного Дома культуры. Людям пришлось выйти на улицу с лозунгами и транспарантами после того, как стало известно, что с Нового года ДК может прекратить свою работу. Почему дети стали заложниками ситуации и есть ли выход – узнаем из нашего материала. Жители поселка совхоза имени Ленина вышли на акцию в защиту местного Дома культуры. Уже с 1 января учреждение может прекратить свою работу из-за отказа собственника здания, миллиардера Павла Груденина, продлить аренду с муниципалитетом. Быть или не быть – вопрос ДК сейчас стоит кардинально. На протяжении многих лет всегда администрация заключала успешно договор с заводом совхоза имени Ленина об аренде Дома культуры. В данном случае, я считаю, что самый-самый простой и правильный вариант было бы подписать такой же договор, как он был раньше подписан. Если же этого не произойдет, то заложниками ситуации станут более 600 юных жителей совхоза. Они останутся без бесплатных кружков и секций. То ли не любовь к детям, то ли самоуправство клубничного олигарха. О причине нежелания перезаключить договор, который раньше устраивал, а теперь почему-то нет, можно только гадать. Просто нет и точка. Убедиться в отсутствии какого-либо диалога могли представители СМИ, которые вместе с директором Дома культуры не прошли фейс-контроль и не смогли попасть в здание. Я вам ничего не буду объяснять. Я вам не сказал, куда вам надо пойти. Да. То есть вот это начальник охраны в данном случае, который мне сказал, что им получено указание не пропускать. Без согласования с собственником этого здания. Занятия для детей прекратились с начала этой недели. Татьяна Цуканова живет в совхозе уже 40 лет. Ее внучки посещали в Доме культуры несколько секций и кружков. Я хотела бы, чтобы Дом культуры продолжал свою работу в том режим, в котором он работал все те годы, что я живу в совхозе. Это прекрасный коллектив, это прекрасная работа, прекрасные концерты. Это не только дети там занимаются, там занимались взрослые. То есть все устраивало, все было прекрасно. Зачем нужно было делать эту войну, я не понимаю. Страдают дети. Дети спрашивают, почему мы не ходим в кружки. Я не знаю, что ответить. В поисках ответов на многочисленные вопросы родители детей встретились с представителями власти, а также участниками общественного движения «За совхоз, за людей, за достойное будущее». Руководитель территориального отдела Картинский Андрей Извеков рассказал о деталях договора. В частности о том, что муниципалитет ежегодно выплачивает 10 миллионов рублей. И это только за аренду здания. Все кружки бесплатные и оплачиваются из муниципального бюджета. Кружки будут сохраняться, сотрудники будут получать заплату. Мы в настоящее время, конечно, пересматриваем, будем искать муниципальные помещения, школы, библиотеки, здесь здания, чтобы все эти кружки у нас оставили в поселке и проходили. Масса вопросов и еще больше негодования. Собрание продолжалось более полутора часов. К сожалению, оно получилось неполным. Павел Грудинин или его представители так и не соизволили встретиться с людьми и прояснить свою позицию. А еще всех собравшихся заставили померзнуть. Здание администрации территориального отдела, где проходило собрание, олигарх отключил от всех коммуникаций. Конечно, были запущены генераторы, но находиться без верхней одежды было сложно. Депутат Ленинского городского округа Александр Баюклин считает, что такими враждебными действиями Павел Грудинин перешел черту. Этот человек сейчас настраивает против себя всех. Он, в конце концов, против него весь поселок пойдет. Когда разберется, наконец, что происходит. Ведь вот эта вся возня с этим Домом культуры – это спекуляция на чувствах людей. Под ударом и коллектив Дома культуры, а это почти 50 человек. В случае негативного сценария люди потеряют муниципальный стаж и муниципальную зарплату. Хореограф ДК Розалин Филина проработала там 10 лет. У нее сотни учеников. Вместо того, чтобы готовиться к елкам, женщине фактически указали на дверь. Она была вынуждена забрать костюмы и реквизит. Сейчас все эти вещи в ее машине. Все плачут. Мы плачем. Вывозим потихонечку вещи. А что мы еще можем сделать? Ну, будем… Руководство наше будет искать новые помещения, в которых будут проходить и дальше занятия с детьми. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ. А сегодня с утра Дом культуры поселка совхоза имени Ленина остался без света. Электроэнергия была отключена по приказу Павла Грудинина. На место выехала наша съемочная группа. В разгар рабочего дня у Дома культуры в поселке совхоза имени Ленина людно. Неподалеку припаркованы полицейские машины. Жители волнуются, и это понятно. На кону стоят дети, которые занимаются здесь в кружках и секциях. Они уверены, будущее у поселкового центра культуры реально только при его нынешнем собственнике Павле Грудинине. Что значит передали? Пускай построят или купят. Давайте так говорить. Почему администрация до сих пор ничего не построила за 15 лет в нашем совхозе? А построил только Павел Николаевич. Но в том-то и дело, что ДК строился еще в 70-е годы работниками совхоза за государственные деньги. И задача администрации округа – сохранить объект как центр культуры для местных жителей. Сегодня, когда собственник отключил электроэнергию в Доме культуры, работа кружков и секции оказалась под угрозой срыва. В результате в здание не смогли попасть ни сотрудники учреждения, ни начальник картинского отдела Андрей Извеков. Пришлось принимать меры. Муниципальное бюджетное учреждение Центра культуры заключило договор с своим ЧОПом. По какой причине? Здесь находится муниципальное имущество, имущество, которое в собственности казны Ленинского городского округа, порядка на 6 миллионов рублей. Конечно, у меня, как представителя Ленинского городского округа, возникает обеспокоенность. Сотрудники ЗАО сюда имеют доступ круглосуточно. Сотрудников муниципальных учреждений на основании договора уже перестали пускать. Не пропадет ли здесь ЧОП? Сотрудники Дома культуры составили в правоохранительные органы два заявления. Первое – о недопуске к своим рабочим местам. И второе – на незаконный сбор и передачу персональных данных. Приехавшая полиция должна проверить все документы и принять необходимые меры под данным заявлением. Уровень волнений жителей несколько снизил Андрей Извеков, который постарался ответить на все вопросы. Главная информация о том, что ставки сокращаются сейчас, за счет того, что раньше бюджет совхоза был в том числе поддержан завод совхозом не Ленина, а сейчас в ДК будут сокращены ставки педагогов и будет уменьшена зарплата. В ДК не сокращены ставки педагогов. Первое – в ДК сокращаются три ставки уборщицей. Они совмещаются. Уборщицы с гардировщицей в бюджет следующего года. Заложено бюджет аренды этого здания и оплата всем сотрудникам заработной платы. Возобновит ли работу Дом культуры в ближайшее время, зависит только от нынешнего собственника. И именно на его совести то, смогут ли дети и взрослые посещать любимые кружки и студии рядом с домом. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ. Неделя доброты и щедрости оставила много положительных эмоций у всех ее участников. И иногда помощь, оказанная населению, была нематериальной. К примеру, в последние дни акции члены общества инвалидов, инвалидов-диабетиков, а также многодетных семей смогли посетить недавно открывшийся фитнес-клуб «Виллафит». Совершенно бесплатно. Отдохнуть в спа-зоне или позаниматься на кардиотренажерах – сегодня возможно все. В рамках недели доброты и щедрости один из фитнес-клубов «Видного» предоставил 26 входных билетов для социально незащищенных жителей округа и людей с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас в это непростое время очень важно быть добрым, щедрым, потому что доброта спасет мир, как мы все знаем. И в здоровом теле – здоровый дух. Совершенно бесплатно члены общества инвалидов, диабетиков и многодетных семей могли посетить любую зону фитнес-клуба. Дети сразу же облюбовали бассейны и джакузи. Казалось, что вылезать оттуда они не планируют. Еще бы, ведь посещение центра было рассчитано на целый день. Как у тебя настроение? Рада ли ты, что ты сегодня сюда попала? Настроение нормальное, да, я очень рада, мне нравится. Акция «Неделя доброты и щедрости» проходит ежегодно. Однако в этом году ее встретили с особым энтузиазмом. И это неудивительно, ведь идея взаимопомощи стала одной из ключевых в 2020 году. Заканчивается эта акция благотворительная, но я очень надеюсь, что все неравнодушные люди, которые откликнулись, которые нам помогали, что они будут продолжать с нами дружить. И что эта акция не последняя. В этом году, как никогда, очень много людей неравнодушных оказалось. И очень много было откликов, как бизнесменов, так и просто физические лица. Мы надеемся, что все-таки с каждым годом людей неравнодушных все будет все больше, больше и больше. И помощь не всегда может быть материальной. Досуг, проведенный с пользой, тоже большой подарок. Александра Столярова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видно этого. С 1 по 8 декабря в муниципалитете проходила неделя доброты и щедрости. Сейчас уже подведены итоги этой ежегодной акции. О них в студии мы поговорим с председателем Координационного совета общественных объединений Феликсом Жемалиевым и членом общественной палаты Людмилой Лернер. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, неделя доброты и щедрости в этом году проходила уже в четвертый раз. Я знаю, что проводилось много новых акций. Расскажите, пожалуйста, вообще, в чем отличие в этом году? Ну, в этом году, во-первых, у нас новый созыв общественной палаты в Ленинском городском округе и весенний опыт, связанный с пандемией. Мы решили создать отдельную комиссию именно по благотворительности, которую возглавила у нас 1 июля. Она тесна всю неделю и до начала акции и еще будет работать непосредственно с общественной инвалидов в Царящиной Наталье Алексеевне. В этом году впервые Ассоциация представителей советов многоквартирных домов, которую я возглавляю, вышла с инициативой провести акцию «Добрые соседи». Мы заготовили некие буклеты, которые нам помогли распространить, помогла распространить управляющая компания нашего городского округа. В каждом на квартирном доме, в подъезде, на стенде висело объявление о том, что мы просим, давайте поможем соседям, которые нуждаются в нашей помощи, внимания и зачастую стесняются об этом сказать. И мне очень порадовало, что было более 200 звонков. Мы помогли и многодетным, и обществу инвалидов, помогли людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. То есть надеюсь, что на следующий год таких желающих, таких управляющих компаний будет больше. В жизни часто случается так, что ценнее и выше различных материальных благ становится простое человеческое участие. Это очень важно. Ну а по конкретно этой акции, какие все-таки итоги были? То есть вы довольны результатами? Ну вот точечно это более 60 человек получили продуктовые корзины. Это вот именно по акции непосредственно «Добрые соседи». Более 200 человек приняли участие, а звонков было масса. Даже жители звонили из пригорода Леснова, из Лопатино, с Дрожжино, то есть со всех уголков, поселок Володарское. То есть люди у нас добрые. Это здорово. Феликс Валяхович, я знаю, что уже подведены итоги акции в этом году. Вот расскажите, пожалуйста, удалось ли нам побить рекорды прошлого года? Да, нам удалось. Еще раз повторюсь, что мы проводим с 2017 года эту акцию. И количество благотворителей, благодателей уже растет. Благополучатели, они, к сожалению, еще пока существуют. То есть не все выровнялись. Но в этом году у нас собралась очень мощная команда. Это инициатива «Координационный совет общественных объединений» при участии общественной палаты, торгово-промышленной палаты. Информационно-организационная поддержка администрации просто была колоссальной. Поддержка в этом году оказана более 2000 жителям округа. Это 2112, по-моему, вот примерно. В прошлом году было порядка 1000 с небольшим. То есть практически в два раза. Участвовали в акции более 150 волонтеров. Это сборы продуктов, обходы различного рода. В ходе акции «Щедрая корзина» собрано около 5 тонн. Почему полторы тонны прозвучало? Потому что в прошлом году мы собрали всего, теперь уже можем сказать, что всего полторы тонны продуктов. Поэтому в три раза переплюнули в прошлый год. Из них около двух тонн – это собрано в 11 магазинах. И около трех тонн получено от благотворителей. Причем еще проводилось, и вы сами участвовали, телевидение участвовало у нас в марафоне «Помогите Вике Филатовой». И я скажу так, пожертвовано на 266 тысяч рублей, но это не означает, что сбор средств прекращен. «Вике Филатовой» надо помогать, и акция продолжается. Правильно понимаешь, что в этом году не только результаты превзошли все ожидания, но еще и самих участников было больше. Участников было больше, да. Намного? В разы, в разы, в разы. Даже я сказала в десятки раз. Хочу обратить внимание на то, что вот новый состав созыв общественной палаты, 100%, все до одного приняли участие в акциях. Даже те люди, которые новенькие только к нам пришли, это очень радует. Ну, а что хотела сказать, что не ждите, когда будет всем жителям, не только Ленинского райского округа, а всем жителям нашей планеты, что не ждите, когда наступит неделя щедрости и доброты, а творите добро каждый день. Делать добро – это приятно. Всегда. Ну, вот на этих словах мы, пожалуй, закончим встречу. Спасибо большое, что пришли. А я напоминаю, что в гостях у нас были председатель Координационного совета общественных объединений Фелик Жамалиев и член общественной палаты Людмила Лернер. Сотрудница МФЦ Ленинского городского округа Юлия Стародвурова одержала победу в номинации «Лучший универсальный специалист МФЦ», которая присуждается в рамках конкурса «Лучший многофункциональный центр Московской области». Наш корреспондент Максим Козлов встретился с Юлией, чтобы узнать секреты ее мастерства. Юлия Стародвурова работает ведущим специалистом отдела приема заявителей. Именно к ней и ее коллегам приходят люди, чтобы подать документы на получение той или иной услуги. По сути, именно по ним, по их отношению к заявителю, складывается первое впечатление о многофункциональном центре. Юлия признается, отправляясь на конкурс «Лучший универсальный специалист МФЦ», о победе не особо задумывалась, но чувствовала себя довольно уверенно. Такое, мне кажется, никто не может ожидать, что он что-то где-то займет. Прекрасная атмосфера, все делились своим опытом. Участников было в районе 20 человек. Мы проходим тесты ежемесячно, поэтому ожидать чего-то нового было бы глупо. 25-летняя Юлия Стародвурова работает в МФЦ чуть больше трех лет. И за этот относительно небольшой срок она добилась многого, но, наверное, главное ее достижение – любовь и уважение коллег. Умна, добра, и в ней есть те самые, те качества, которые присущи настоящему человеку. У нее есть душа, и очень красивая. Юлия – это одна из тех специалистов, которая работает очень быстро и четко. Она успевает принять более 60-70 дел в день. Но это очень много, потому что норма у нас 35 заявлений в день на одного специалиста. Победы Юлии на конкурсе не случайно. За семь лет, которые существуют МФЦ, и его коллектив, и отдельные работники не раз отмечались различными наградами. Выстроена специальная система обучения сотрудников. Но если говорить конкретно о Юле, наверное, стоит сказать, что она стала не только частью этой системы, она начала возглавлять эту систему, то есть перешла на более высокий уровень и сама проводит занятия, проводит тренинги со специалистами. В ходе конкурса в номинации «Лучший универсальный специалист МФЦ», который проходил в Красногорске, Юлии Стародворовой было необходимо пройти несколько испытаний. Первичный просто тест, психологический тест, затем тест в нашей программе, где нас тестируют ежемесячно, а потом собеседование с комиссией, которая принимала решение, не волновалась. Если ты знаешь свою работу, ты сделаешь все как надо. Звучит вроде бы просто, но только специалисты понимают, сколько знаний и умений скрывается за этой простотой. Мы принимаем больше 300 услуг. В каждой услуге у нас есть соглашение, есть административный регламент, есть законные и подзаконные акты, которые опираются на данные услуги. Специалисты МФЦ Московской области, они настолько все универсальные и уникальные сотрудники, потому что нам приходится знать все. Вскоре Юлия будет представлять Московскую область уже на всероссийском конкурсе, но это в будущем. А пока она вместе с коллегами изо дня в день продолжает делать свою столь нужную людям работу. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи.